Для ценителей ювелирного искусства в Караганде состоялся конкурс «Зергер Караганда-2012». В рамках конкурса также была проведена выставка, на которой мастера со всего Казахстана и России представили свои лучшие изделия. Подробнее репортажи Айды Ибраевой. Открытие конкурса «Зергер Караганда-2012» состоялось 3 декабря. На протяжении трех дней здесь проводилась выставка ювелирных изделий самых лучших мастеров Казахстана. Уникальную выставку украсили своим визитом и зарубежные гости. Это представители ремесленных организаций Киргизии, кандидат геолога минералогических наук Российской Федерации, а также главный редактор журнала по специализированным ювелирным изделиям «Джевел энд Тревел». На нашу выставку приехали гости со всего Казахстана, со властных центров Казахстана. Нам вдвойне приятно, что на эту выставку приехали наши гости из России, город Санкт-Петербург, города Москва. Давайте поаплодируем нашим гостям. Свои творения представили самые талантливые ювелиры страны. Номинации же конкурса удивили своим разнообразием от ювелирных изделий в национальных традициях до современного дизайна. Как говорит ювелир Борис Данилкин, прибывший на конкурс в Салматы, любовь к камням начинается с детства и остается на всю жизнь. Камень притягивает и некоторые не могут без камня. Один раз человек камень полюбит и потом требуется энергетическая подпитка. Человек не может уже без этого. Все желающие могли приобрести ювелирные изделия по ценам изготовителя, а цены варьировались от 3000 до 53 тысяч долларов. Однако по словам ювелира, качество и тонкое изготовление изделий, представленных на выставке, соответствуют цене. Потому что я приведу пример. Тиффани, раскрученная фирма, раскрученный бренд, продает лампы из витражного стекла, покрыто там, ну цветные стекла будем говорить. Они от 30 до 50 тысяч долларов продают за счет своего бренда. Представляете? А тут это произведение искусства. Айда Ибраева, Болжен Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова